Дорога на Усинск становится ближе. В Ненинском округе сдан в эксплуатацию второй этап первого участка дороги на Рьенмарусинск. Этот и другие вопросы обсудил глава региона с руководителями профильных департаментов в ходе еженедельного совещания с руководителями органов власти. В Ненинском автономном округе 26 декабря сдан в эксплуатацию второй этап первого участка дороги на Рьенмарусинск. Его протяженность составляет 6,7 километра. Строительством первых двух участков занимается компания «Техносфера». В планах подрядная организация сдать все этапы дороги с опережением контрактных сроков при наличии достаточного финансирования. Кроме того, Михаил Фомин доложил о состоянии зимника. На Рьенмарусинске, значит, на сегодняшний день там ведут работы по уплотнению и логотовке снежного покрова, мешкованью, а также на мороженную переправу. Лайбош на сегодняшний день на мороженое 10 сантиметров, а в шарке на 50 сантиметров. По предварительным срокам открытие зимника намечается на 15-20 января 2021 года. Отчаянных автолюбителей убедительно просят не рисковать и не выезжать на зимник раньше срока. В противном случае к нарушителям будут применяться административные меры. Что касается зимней дороги на Рьенмар-Тельвиско, то 30 декабря подрядчик собирается сдать все работы. В связи с тем, что зимник на Большую Землю еще не открыт, губернатор поинтересовался ростом цен на продукты в нарьенмарских магазинах. Если говорить о росте цен за последние несколько недель, то он связан с суббогу, с отсутствием зимника. Все у нас колеблется в пределах до 10%. Это две у нас позиции. Если это яйца куриные, выросли на 10%, то есть было 83, у меня стало 91 в последнем. И у нас капуста белокочанная, порядка 50%. Все остальное, оно в пределах 3% рост. Также он отметил, что на некоторые товары даже произошло снижение цены, например, на сахарный песок. Практически не подорожало сливочное масло, так как этот продукт питания присутствует на внутреннем рынке региона. Еще одна положительная новость. Оленеводов Ненецкого округа не будут обязывать страховать оленей. Соответствующее решение принято в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации после обращения ведомства главы региона. Буквально час назад было рабочее совещание по угольной кампании, и они его искренне благодарили за то, что удовольствие этой нормы, ну, не сбежали этой нормы по обязательному страхованию или нет. Это дополнительные издержки, которые могли лечь на их хозяйство, и без того сложного года. Основными сложностями при сельскохозяйственном страховании являются удаленность пастбищ от населенных пунктов и финансовое положение оленеводческих хозяйств. При этом такие риски, как падеж оленей и нападение на них хищников, в Ненецком автономном округе сведены к минимуму. По сути, нам надо сохранить отрасль, поддержать оленеводов, поэтому то, что нам удалось отбиться от этого страхования, это большое такое завоевание. Надеюсь, все оленеводы это оценят. Соглашение с Минсельхозом будет действовать до 2023 года. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.